Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Изношенные коммунальные сети капремонт в жилых домах замена лифтов. Главные проблемы ЖКХ обсудили на окружном совете по развитию местного самоуправления. Родительский комитет 55-й Самарской школы хочет сменить директора, а жители 2-го дома по Ленинградской проверить деятельность их ТСЖ. С такими просьбами самарцы пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Готовься к утепеле в морозы. Городские власти в ожидании потепления расчищают крыши домов от снега и наледи и промывают дождеприемники. Рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте увеличат до 12 в день. Тех, кто отказывается соблюдать меры безопасности, штрафуют. Верят в людей, несмотря ни на что. В Самаре прошел фестиваль «Друг человека». Сколько собак и кошек обрели новый дом? Выработать положительные практики в сфере ЖКХ. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. В совещании приняли участие представители федеральных структур и крупнейших муниципалитетов регионов ПФО, а также лидеры всероссийских организаций по развитию местного самоуправления. Участники заседания обсудили предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В центре внимания вопросы износа коммунальной инфраструктуры, проведения капремонта жилых домов, замена лифтов, а также синхронизация всех этих направлений с федеральным проектом формирования комфортной городской среды и поиск частных инвесторов. Все подробности в нашем сюжете. Необходимо выработать положительные практики, позволяющие улучшить жизнь граждан и наполнить новые положения Конституции России практическим содержанием. Об этом заявил приволжский полпред Игорь Комаров, открывая заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. Оно состоялось в режиме видеоконференции. Рабочие группы подготовили более 70 инициатив и большую часть одобрили в профильных министерствах Совета Федерации и Госдуме. В том числе поддержку получили и самарские инициативы по улучшению сферы ЖКХ. Представительное было совещание, но я как член рабочей группы принимал участие в подготовке этих вопросов. По Самаре предложение принимают нам по поводу увеличения уставного капитала управляющих компаний. Приняты предложения по внесению залогового обеспечения, когда идет управляющая компания по управлять жилищным фондом. Упростить порядок лишения лицензии управляющей компании не просто в данной ситуации бегать по судам, доказывать, что они плохо работают, а именно упростить порядок и Пальма-Перенция должна принадлежать гражданам, собственникам. Как отметили на совещании, в 2020 году в ПФО капитально отремонтировали почти 11,5 тысяч многоквартирных домов, благоустроили более 3 тысяч общественных и дворовых территорий. Однако до сих пор главной проблемой во всех крупнейших городах округа остается сильный износ коммунальных сетей, в среднем почти 70%. На их восстановление, по оценкам Минстроя России, требуется около 4 триллионов рублей. На совещании предложили предусмотреть дополнительные бюджетные деньги на реконструкцию изношенной инфраструктуры в рамках действующих нацпроектов, в том числе синхронизировать направление с федеральным проектом формирования комфортной городской среды, а также активнее привлекать средства частных инвесторов. За последние пять лет 731 объект ЖКХ передали для модернизации в концессию. Самарская область также имеет положительный опыт в этой сфере. Самарская область выглядит совсем неплохо в одних вопросах. В части, например, касающихся заключения конституционных соглашений у нас есть удачные примеры. Но в то же время, если брать и Самарскую область, и Приволжский федеральный округ в целом, этих конституционных соглашений пока явно недостаточно. Отрадно, что Самарская область входит в тройку регионов, в которых достаточно серьезным является субсидирование расходов фонда капитального ремонта со стороны регионального бюджета. Как выяснилось, не все регионы Приволжского федерального округа используют такой формат. Поэтому, в целом, я позицию Самарской области оценил высоко. Все предложения и инициативы от муниципалитетов рассмотрят и разработают единую федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Жители дома номер 2 по улице Ленинградской пришли на прием к депутату Государственной думы Александру Хинштейну и попросили оказать содействие в проведении аудиторской проверки деятельности их ТСЖ и выяснить, почему тарифы на услуги ЖКХ ежемесячно растут. В то же время в непростом кадровом вопросе решили поставить точку активисты родительского комитета 55-й школы Самары. Родители пожаловались на массовый отток педагогов из школы и попросили сменить директора. Как решились кадровые и коммунальные вопросы, расскажет Ольга Павлова. Как у нас производится уборка? Кстати, тут годовалая пыль лежит на батарее. Тоже все нормально. Ларису Гуликову переполняют эмоции. Некогда элитное строение и визитная карточка города, дом по Ленинградской 2 уже совсем не тот, что раньше. Пыль на батареях и грибок на потолке – лишь половина беды. Второй год жители многоквартирного строения борются за то, чтобы оплачивать коммуналку по приемлемым тарифам. Люди уверены, представители ТСЖ намеренно завышают цены. Только за 2019 год жителям было дополнительно начислено 260 тысяч рублей. Сейчас уже люди, те, которые в свое время сюда покупали эти квартиры, они уже достаточно в зрелом возрасте. Естественно, очень тяжело людям, которым по 90 лет, у которых и температура в квартире не соответствующая, как они считают. Может, это и правильно, я не знаю. Но факт то, что люди сидят в таком доме, вроде бы за все платим, но сидят с обогревателями. Помимо этого, в доме по Ленинградской 2 закрыты основные подъезды к зданию, а когда-то пустующие цокольные этажи сданы под склады. Жильцы требуют сменить правление ТСЖ и провести аудиторскую проверку. В содействии в решении этого вопроса жителям окажет депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Будет инициирована проверка прокуратуры и органов внутренних дел относительно финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, потому что жители говорят о злоупотреблениях, о хищениях. Нередки случаи, когда члены те или иные предприимчивые лица, становясь руководителями ТСЖ, начинают дальше воспринимать остальных жильцов как источник собственной наживы. С наболевшим вопросом на этот раз кадровым к Александру Хинштейну обратились и родители учеников 55-й школы Кубышевского района Самары. Они пожаловались на массовый отток педагогов, бесконечные замены учителей и совмещение уроков. По словам активистов родительского комитета, это неблагоприятно сказывается на аттестации учеников. Родителям приходится возить детей в другие, более отдаленные школы, что не всегда удобно. Представители родительского комитета и педагогического состава попросили сменить директора. На сегодняшний день, я думаю, очень грамотно поступает руководитель этого образовательного учреждения, приняв взвешенные решения прекратить свою трудовую деятельность непосредственно в этой школе. Родители пытались 12 лет отстоять свои права на нормальную школу, где есть педагоги, где хотят учиться дети. И мы очень надеемся, что ситуация данная просто вдохнет новую жизнь и начнется наша жизнь школьная с чистого листа. Когда возникают конфликты, где по одну сторону стоит большое число родителей и учителей, а по другую какое-то должностное лицо, я всегда на стороне родителей, потому что они, как никто, заинтересованы в качественном воспитании и образовании своих детей. В данный момент идет процесс увольнения директора 55-й школы занимаемой должности. Кадровый вопрос решится в самое ближайшее время. Ольга Павлова, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. Городские власти готовятся к сезонным изменениям погоды. И хотя синоптики прогнозируют устойчивую плюсовую температуру только после 20-х чисел месяца, уже сегодня на еженедельном совещании первый замглавы города Владимир Василенко напомнил главам районных администраций, представителям муниципальных предприятий, ресурсных организаций, управляющих компанией ТСЖ и ЖСК о том, какие меры нужно предпринять, чтобы обильное таяние снега и сход наледи и льда с крыш жилых домов не застигли врасплох и не привели к травмам. Он дал поручение продолжить очищать кровли домов от мостки, чтобы избежать подтопления подвальных помещений. Службам благоустройства, в свою очередь, поставили задачу своевременно очистить и пролить горячей водой дождеприемники, чтобы талая вода могла свободно уходить в ливневке, не скапливаясь на проезжей части. Кроме того, поручено продолжать работу по вывозу снега из города, обратить внимание на выходы из метро и приготовить технику для откачки талой воды из низин, где нет дождеприемников. Поэтому по вскрытию дождеприемников, чтобы у нас здесь не было. И откачки сейчас пойдет обильная тайна. Все это, я повторюсь только, это убрать везде снег, где выходы из метро и станции метро. Вторая позиция. Все низкие места, мы точно знаем, где они есть. Поэтому сейчас, сосредоточусь на этом, еще раз подчеркиваю, коллеги, сейчас обратить внимание на кровли, убрать все опасные места схода снега, чтобы выйти без потерь. Это вот 10-15 дней. Эфир продолжит блок экономических новостей. Его подготовила Виктория Шарая. Виктория, добрый день. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что нового сегодня в экономике? Биткоин за сутки подорожал на 5000 долларов, а Россия в 2020 году установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. Но сначала о курсах валют. Курс доллара на 10 марта 74,26 рубля, евро 88,17 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке 69 долларов и 19 центов за баррель. Биткоин за сутки подорожал на 5000 долларов. Криптовалюта обновила двухнедельный максимум стоимости. Впервые с 22 февраля стоимость главной цифровой монеты достигла 54,5 тысяч. Россия в 2020 году установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. Также впервые за постсоветскую историю экспорт превысил импорт. Согласно подсчетам, в прошлом году Российская Федерация поставила за рубеж 79 миллионов тонн продукции на общую сумму 30,5 миллиардов долларов. Это на 20% больше, чем в 2019 году. Помимо этого, Россия впервые за постсоветскую историю стала неттоэкспортером продовольствия в стоимостном выражении. Это значит, что на экспорте удалось заработать больше, чем потратить на импорт. По данным Росстата, разница составила 1 миллиард долларов. Всего в 2020 году продовольствия из России покупали 150 государств. Основной импортер – Китай, 13% от всех поставок. Далее идут Турция и Казахстан. Минсельхоз объясняет рекордные показатели высокими темпами развития отечественного АПК. В частности, рекордными урожаями рапса, гречихи и риса. Одним из лучших урожаев зерна – ростом производства молока, мяса и продукции пищевой промышленности. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается обменивать валюту и брать кредиты при помощи водительских прав. Для таких целей банкам потребуется доступ к базам МВД, чтобы можно было идентифицировать клиентов по автоправам. Центробанк России и ряд банков поддержали инициативу. Там пояснили, что права люди с собой носят чаще, чем другие документы, и паспорт не всегда может быть доступен. Предполагается, что без паспорта и с водительскими правами россияне смогут заключить соглашение с негосударственным пенсионным фондом, оформить потребительский кредит на сумму до 15 тысяч рублей, обменять валюту или получить выигрыш в лотерею. Основная причина задолженности по кредитам среди россиян – это финансовые трудности. За прошедший год доля неплательщиков по этой причине выросла с 50 до 75%. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Выяснилось, что кредиты есть у 60% россиян. При этом каждый 12-й заемщик имеет просроченные платежи. Уточняется, что 60% неплательщиков жалуются на снижение доходов, а 40% – на потерю работы. Часть должников не планирует выплачивать долг. Так, 6% неплательщиков готовы возвращать займ лишь по решению суда, надеясь, что тот встанет на их сторону. А каждый 20-й должник намерен признать себя банкротом. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе превысило 50 тысяч человек. На борьбу с COVID-19 в регион прибыла новая партия вакцины – более 33 тысяч доз гамм-ковид-вак. Как записаться на процедуру, расскажем в сюжете. Анастасия Самойлова работает медсестрой в больнице. Говорит, здоровьем приходится рисковать ежедневно. Летом переболела коронавирусом. Поэтому, как только появилась возможность привиться, с радостью ею воспользовалась. Сегодня пришла сделать второй компонент вакцины. Ничего такого не было. Даже температура не поднималась. Просто легкая боль была. Ну, вместе уколы плечо одевали, а так нет. У нас нормально, в принципе, перенесли все. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проходит во всех больницах Самарской области. На сегодняшний день привиты более 116 тысяч человек. Около 64 тысяч завершили вакцинацию. Перерыв между первой и второй прививками – 21 день. И еще столько же требуется, чтобы появился иммунитет. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Сначала заполняются необходимые документы. Анкеты пациента, анкеты врача. Сотрудники нашего отделения помогают пациентам в заполнении этих документов, чтобы не создавать очередь. Затем врач пациентов обязательно осматривает для определения наличия или отсутствия противопоказаний. Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 или на портале госуслуг. Для заявки там нужно выбрать услугу «Запись на вакцинацию». Баннер на главной странице. Даже при отсутствии электронного расписания можно оставить заявку в листе ожидания. И как только препарат поступит в поликлинику, вас в числе первых пригласят на процедуру. Виктория Шарая. События. А тем временем рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Самары увеличат до 12 в день. Проверки исполнения требований регионального Роспотребнадзора идут в ежедневном режиме. Только за минувшую неделю на нарушителей было составлено 8 протоколов. Забыл, потерял, не купил, не успел надеть. Такие оправдания пассажиров на проверяющих не действуют. Маски необходимо надевать заблаговременно. Перед входом в автобус, трамвай, троллейбус или метро. Только за минувшую неделю на нарушителей требований регионального Роспотребнадзора и постановления губернатора было составлено 8 протоколов. Если мы выявляем пассажира в общественном транспорте, у которого нет маски, он отказывается ее одевать. В принципе ее с собой не носит. По каким-то причинам говорит, что мне постановление губернатора не указ. Мы его приглашаем выйти на остановку и тут же в отношении него вставляется протокол. Рейды по контролю за соблюдением масочного режима идут ежедневно. В утренний вечерний час и пик, а также межпиковое время, выходные и праздничные дни. Сотрудники городского департамента транспорта совместно с представителями полиции, ДНД и компаниями-перевозчиками следят за тем, чтобы пассажиры соблюдали все санитарные требования и нормы. Сообщать о тех, кто пренебрегает средствами индивидуальной защиты, можно по телефонам горячей линии. Они указаны на сайте компаний-перевозчиков и размещены в салонах общественного транспорта. Мы реагируем оперативно, связываемся сразу с сотрудниками, с экипажем, выявляем пассажира без маски. Если пассажир не выходит, мы вызываем бригаду полицию и ДНД. С октября прошлого года на нарушителей масочного режима был составлен 241 протокол. Дела переданы в суд. Наказания предусмотрены и для кондукторов с водителями. С этой недели количество ежедневных рейдов планируют увеличить до 12 в день. Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самаре состоялся четвертый фестиваль «Друг человека». В нем приняли участие крупнейшие приюты города для животных. Они представили самарцам своих питомцев, собак, кошек и даже кроликов, которые нуждаются в тепле и заботе. Выставку животных посетила глава Самары Елена Лапушкина. Все подробности в нашем сюжете. Волонтеры называют 10-месячную Глашу кошка-домовенок. Ее подкинули к воротам приюта, но она приучена к лотку, обработана и стерилизована. Глаша, как и сотни других сородичей, оказалась на фестивале «Друг человека» и мечтает обрести новый дом. Большинство этих животных когда-то жили в семьях, но по разным обстоятельствам остались на улице. Забрать питомцев можно совершенно бесплатно. Конечно, в условиях приюта таким кошкам тяжело, потому что они привыкли, что у них есть хозяин, который холит, левеет. А жить в котодоме, где проживает больше 40 кошек, для них тяжело. И вот такая выставка всегда шанс очень большой, например, пристроить, потому что они адаптивны уже к дому, знают все. На фестивале побывала глава Самары Елена Лапушкина. Она поблагодарила волонтеров, которые помогают животным обрести новую семью, а также всех, кто поддерживает такую благородную инициативу. Здесь работают замечательные люди, с большим сердцем, очень добрые, которые занимаются тем, что пристраивают добрые люди вот таких замечательных животных. Собак, кошек, даже кроликов. Поэтому призываю всех, дорогие самарцы, посетить эту выставку и выбрать себе любимого, красивого питомца, который будет с вами долгие-долгие годы. Фестиваль-выставка проходит ежегодно. Это уже четвертое крупное мероприятие, которое организовали в выставочном центре Октябрьского района. Это очень значимо для приютов, потому что они могут объединить свои усилия и показать людям, какую большую работу они проводят. Это очень значимо для наших детей, потому что люди, которые приходят сюда с детьми, они с маленького возраста учат ребят правильному обращению с животными, они учат их заботе, они учат их ответственности. Фестиваль объединил все крупнейшие приюты города, в том числе муниципальные, а также участников волонтерских организаций. За два дня самарцы увидели около 200 кошек и 100 собак, и каждый десятый питомец уехал в новый дом. Сегодня есть много людей, много гостей и почетных гостей нашего города, в том числе, что очень приятно. Поэтому эта выставка важна не только потому, что животные отсюда уезжают в семьи, она объединяет людей. Здесь еще и такая коллаборация организаций, которые могут быть друг другу полезными, знакомиться здесь и придумать вместе что-то новое. Владимира Семенова с супругой год назад судьба свела с волонтерами одного из приютов города. Пришлось вместе спасать щенка. Теперь Владимир вместе с семьей помогает приютам, не может пройти мимо чужой беды. Собачка прибилась к нам, прижилась, а потом принесла нам щенят. Мы их вырастили и отдали по рукам, хорошим как бы хозяевам. Но одного щенка пришлось забрать, потому что его довели до такого состояния, это было кожа и кости. Суционал помогает берегите животных. Все-таки это ваши друзья, это ваши помощники, это животные, которые вас все-таки греют и не дают вашим сердцам зачерстветь. За четыре фестиваля семью обрели около 400 бездомных животных. Самарцы, которые не смогли попасть на выставку, всегда могут познакомиться с питомцами в приютах, напоминают волонтеры. Все животные там привиты, обработаны, стерилизованы. Добровольцы проконсультируют по всем возникающим вопросам. Светлана Кудрявцова, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. В России началась Масленичная неделя. Проводы зимы с блинами и хороводами проходят на разных площадках Самары. Гульфия Сафина сегодня присоединилась к праздничному хороводу в парке «Мира», расположенном на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова. От 8 марта до Великого поста. Масленичная неделя уже наступила и во всех районах города проходят проводы русской зимы. В Октябрьском сегодня на территории парка «Мира». Мы 4 дня будем отмечать на разных площадках. К сожалению, сейчас из-за условий эпидемических, которые у нас сложились, мы вынуждены делать не такие масштабные мероприятия, как раньше. Но, тем не менее, это народный праздник, праздник проводов зимы. Таким образом, мы пытаемся притянуть лето, солнце в наш город. Менее массовые, по требованию Роспотребнадзора, но не менее веселые и задорные. Праздничные забавы будут проходить как в парках и скверах, так и во дворах. Так сказать, с доставкой на дом. Развлекательную программу подготовили волонтеры и депутаты райсовета, а предприниматели организовали бесплатные угощения. Наш коллектив на пекате блины, и мы угощаем всех. Мне кажется, это не такие большие расходы, как доставляешь радость людям. И я думаю, что это доставляющая себе радость этим, что люди радуются, веселятся. Это же весна. Мы вот пришли за старшим ребенком в младший садик, и мы сюда пришли на веселье. И очень интересно, весело, ребенок радуется. Просто, да, подошла посмотреть. Очень хорошо, молодцы, организовали очень. Я думаю, что дети будут очень довольны, да и взрослые тоже. Эх, гуляй, честной народ, масленка идет с пирогами и блинами. Весну за руку ведет. Побежали, побежали. Бульфия Сафина, Григорий Плежаков, События. А в Доме культуры «Октябрь», обновленном по нацпроекту «Культура» в честь Международного женского дня прошел праздничный концерт. Всем посетительницам вручали розы от губернатора Дмитрия Азарова. Какие еще сюрпризы ждали женщин в этот вечер, расскажут наши корреспонденты. У весны женское лицо. В преддверии Международного женского дня жительницам Самары во всех районах города дарили розы. Приятный сюрприз от губернатора ждал представительниц прекрасного пола и в обновленном ДК «Октябрь», где по случаю праздника прошел концерт легендарного коллектива «Синяя птица». Очень приятно получить такие мелкие даже подарочки. Настроение прекрасное. Это практически второй Новый год. Три дня праздников. Чудесно. «Синяя птица» – это наша молодость, в общем, наши, так скажем, юношеские впечатления. Тем более, в такой знаменательный праздник 8 марта. Очень было неожиданно, что нас тоже поздравили с праздником, подарили нам на входе цветы. Это было очень приятно, как для женщин. Но на этом сюрпризы не закончились. В фойе Дома культуры в этот вечер прошел праздничный показ мод. Коллекция «Весна-лето» от самарских дизайнеров. Участников и призеров фестиваля моды театрального костюма «Поволжские сезоны» Александра Васильева. Хотим этим порадовать наших женщин, чтобы у них было праздничное настроение, весеннее, и чтобы они знали самарских дизайнеров. Наш показ начнется с одной стороны, как бы визуализации женщин, таких женщин-богатырш, женщин-хранительниц, которые охраняют свою семью, свой дом. А закончатся цветочными весенними нарядами, которые воплощают женщину романтичную. Такой прекрасный показ мод от наших дизайнеров. Это вдвойне приятно. Девочки молодцы. А еще и цветочек подарили, конечно же. В преддверии 8 марта это было очень приятно. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш сайт Самара ГИС, подписывайтесь на телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!